Всем привет, друзья! С вами Светлана, и сегодня я вернулась из Крыма. Вернулась я ещё в 4 часа дня. Но самое забавное, что мне уже второй раз подряд везёт с погодой. Первый раз я в Крым приехала до снега, застала его прямо непосредственно в Ялте, а вот второй раз сегодня уезжая, оказывается, мне просто повезло. Дело в том, что мы выехали ещё в 7 утра, а уже в 2 часа дня начало заметать снегом, надвинулся мощный циклон на южное побережье Крыма. Кстати, даже пострадала дорога от Симферополя до Ялты. На одном из перевалей образовывались многокилометровые пробки, даже заносило троллейбусы, некоторые автобусы люди вручную толкали, пассажиры, так что мне ещё повезло. Но вот моему отцу, к сожалению, повезло чуточку меньше. Дело в том, что он в 3 часа должен был вылететь из Симферополя в Москву на самолёте, но его рейс задержали аж на 3 часа. Но проблема ещё и в том, что, оказывается, и в столице метёт снег, и не факт, что он удачно приземлится, но буду на это очень надеяться, потому что вот именно сейчас в это время он должен был прилететь в Москву. И вы посмотрите, что происходит сейчас в Крыму. Дорога от Симферополя в Ялту местами просто белая, засыпает настолько снег, что даже видимость плохая. Некоторые люди даже умудряются оптимизировать эту ситуацию, вставляя свои приколы и шуточки на эту тему. Но многим автомобилистам сегодня явно было не до шуток, ведь погода внесла свои коррективы и заблокировала очень много машин на трассе. Вот так вот выглядит снежок, кстати, на побережье. Тоже очень красивая и интересная картина. Многие люди даже выходили в тапках из своих домов и квартир, чтобы запечатлеть этот хруст снега под ногами и порадоваться зиме. Вот так вот выглядят троллейбусы на трассе. Еще один кадр, это уже новый маяк. Недалеко от Алушты тоже красиво смотрится под снегом набережная. Но вот сколько последствий будут еще после этого снегопада, неизвестно. Вот посмотрите, ДТП на ДТП. И не факт, что люди на летней резине, просто я была на липучке, и мне тяжело было сегодня выехать наверх на трассу на Южнобережное шоссе. Мне еще повезло, что я решила сегодня через Форос поехать. А ведь снег мог застать меня и на этом же перевале, где вот сейчас образовываются пробки. Будьте аккуратны, берегите себя, и дай бог, чтобы этот циклон Крым и жители Крыма перенесли достойно. Ведь я думаю, что это ненадолго, всего лишь циклон пройдет, и нормализуется погода. С вами была Светлана. Не забывайте писать комментарии, ставить лайк. Если вы живете в Крыму, расскажите, какая у вас сейчас обстановка. Ушел ли снегопад, перекратился ли снег, нормализовались ли дороги. Потому что посыпать – это одно дело, а вот убирать снег – это, конечно, немножечко дольше. И вот предлагаю посмотреть сейчас как раз днем еще горы без снега дневного. И вот такая ситуация уже на дорогах попозже. Продолжение следует...